Премьер Государственного Совета Китая Ли Кэцан, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей, призвал быть готовыми к жесткой борьбе в экономике. Причинами такого заявления может быть уже длящееся долгое время торгово-экономическое соперничество с США. Президент Трамп предложил китайской стороне, ну скажем так, приостановить процессы торговой войны и вступить в переговоры. И вот в причине трех месяцев с января по март идут переговоры, которые ставят своей целью каким-то образом урегулировать вот эту торговую войну. И вот на данный период мы можем сказать, что четких перспектив нет. Встреча глав двух стран состоится в конце марта, где и будет принято решение о посложившейся ситуации. В докладе премьера Госсовета Китая также было отмечено намерение расширить торгово-экономические связи страны и сотрудничество с другими государствами. Сегодня основные партнеры для Китая это страны Юго-Восточная Азия, в первую очередь далее страны Центральной Азии и Россия. И естественно, если Китай не будет видеть взаимопонимание со своим основным партнером, которым были долгие годы Соединенные Штаты, то Китай спокойно найдет замену этого рынка. Как бы никто, кроме Соединенных Штатов, будет считаться не пострадать. Китай даже приобретет, если он расширит свои рынки за счет еще раз ГВИ России и страны Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и так далее. Из доклада также стало известно о вкладывании 119 миллиардов долларов в строительство железных дорог. Также около 269 миллиардов будет вложено в проекты скоростных автомобильных дорог и водного транспорта. Логистика, транспортные узлы, так сказать, это неизменный признак развивающейся экономики, потому что мало произвести товары, нужно их перевести, доставить в ту точку, где они востребованы. Поэтому Китай идет абсолютно правильным путем. Он вкладывает деньги в инфраструктуру тех стран, с которыми он сотрудничает. Это полная связка экономика, торговля и логистика. Артем Тупичкин, Универньюс.